В Татарстане и других регионах России наблюдается активность ОС. Если раньше эти полосатые насекомые преимущественно обитали в садовых участках или на пляже, то в 2023 году ОС стали атаковать мирных жителей как в центре города, так и на его окраинах. При этом насекомые появляются уже с апреля, а в начале мая могут залететь в дом не случайно, а в поисках места для обустройства гнезда. Однако в 2023 году их количество стало рекордным. Жители городов отмечают, что такой активности насекомых раньше не наблюдалось. Отметим, что большая часть пострадавших – дети. Ну, что говорить об этом году? В принципе, да, ОС немножко больше, чем обычно, но я не скажу, что их очень много. Потому что были года, когда, в общем-то, каждая точка продажи арбузов, она из себя напоминала осиное гнездо. В этом году я, честно говоря, такого не наблюдаю. Да, ОС немножко больше, чем обычно. Видимо, это связано с теплым достаточно летом, то есть был, да, он, значит, без похолодания особых, вот, особенно июль, когда вот начинает интенсивно разрастаться гнездо. То есть увеличивается количество ОС в этом гнезде. Увеличению популяции ОС явно поспособствовал нынешний жаркий август в Татарстане. В поисках пропитания жалящие насекомые роются не только над рыночным прилавком с грушами, персиками и арбузами, но и порхают по городским улицам и даже залетают в окна квартир на верхних этажах. В больницах уже потянулись жертвы осиных укусов, которые, кстати, гораздо болезненнее пчелиных и могут вызывать сильнейшую аллергическую реакцию. Ну, дальнейшее развитие какое? Сейчас будет похолодание, появятся самки-основательницы, они как раз оплодотворенные уйдут на зимовку, а все остальное гнездо со всеми ОСами замерзнет и умрет. И уже к сентябрю месяцу их станет все меньше и меньше, и к концу сентября, как правило, мы уже ОС видим единичным. Для того, чтобы уберечь себя от нападения насекомого специалисты советуют не пренебрегать следующими советами. Если на вас села ОСА, не пытайтесь ее спугнуть или убить. Это будет расценено насекомым как нападение. Защищаясь, ОСА выпустит жало. Лучше не шевелиться или совершить плавные движения, пока насекомое не улетит. В момент гибели насекомое испускает сигнал, призывающий сородичей к нападению. Не машите руками, обнаружив осиный рой, не теряйте самообладание. Замрите и медленно удалитесь. Если ужалило, то в принципе, как вот говорят, такой дедовский способ старый. Вот это место, куда она ужалила, там красная точка. Обычно там, как говорится, рекомендуют его там как-то типа расковырять, и чтобы пошла кровь. Вот это, приду, как бы ослабит дальнейшее распухание вот этого места. Вот. Если же аллергическая акция, конечно, тоже надо обращаться к врачу. Значит, если вдруг, допустим, сильная опухоль, вот, там могут прописать как раз необходимые препараты, вот, рекомендуют там больше жидкости пить. Ну, это при, в общем-то, укусах многих видов животных, и в том числе и ос. Напомним, что осы питаются сладким, и поэтому часто садятся на еду и напитки. Могут даже залететь в коробку сока. Для человека очень опасно проглотить насекомое. Также у некоторых людей есть аллергия на осиный яд, что может привести к летальному исходу. Поэтому не теряйте бдительность, чтобы уберечь себя от неприятных последствий. Аделина Абдрахманова, Универ Ньюс.